Не так много времени отделяет всех нас от голосования за поправки в Конституцию. Почему они важны и как при их помощи может измениться к лучшему жизнь миллионов граждан Российской Федерации, об этом всем желающим рассказывают волонтеры. Более 100 тысяч добровольцев, которые сами хорошо изучили суть несенных поправок, готовы ответить на вопросы. Волонтеры в ярких футболках работают и в центре Славенска на Кубани. Они вполне готовы ответить на вопросы славянцев о поправках в Конституцию. Причем рассказать обо всем доступно и понятно. Информационная точка и стенды с размещенными на них материалами, конечно же, привлекают внимание людей. Здесь можно узнать подробно о сути каждой поправки. Для выполнения этой ответственной работы они серьезно готовились. Мы подавали заявку через сайт Добро.ру. После нас отбирали по критериям, кто уже участвовал в мероприятиях, кто только начинающий. После мы проходили обучение онлайн. После обучения мы сдавали так называемый тест волонтер Конституции. И каждый волонтер, который дежурит на данном пункте, является сертифицированным волонтером Конституции. 12 основных поправок. Доступная и качественная медицина, индексация пенсии и пособий, территориальная целостность нашей страны. Волонтеры Конституции объясняют, почему в голосовании нужно принять участие. И они помогут тем, кому необходимо в день голосования. Мы действительно будем 1 июля работать на участках для голосования. Наша задача будет входить в помощь маломобильным людям, пожилым людям, чтобы каждый человек был услышан. Ребята, которым объяснили важность этого исторического события, голосования за поправки в Конституцию, горячо поддержали открывающиеся возможности для своего волеизъявления. Мы задали вопросы, нам на эти вопросы ответили очень подробно и хорошо. Но самый хороший вопрос, на который нам дали ответ, это о волонтерах, о волонтерской сфере. Мне очень нравится поправка. Я тоже думаю, что все должны прийти голосовать, потому что поправки очень хорошие. Мимо красочного информационного стенда трудно пройти, не остановиться, не поинтересоваться. Среди тех, кого интересуют поправки, немало людей среднего и пожилого возрастов. И это понятно, ведь большинство изменений социального характера, разъяснения нужны, чтобы понять, о чем идет речь. Все, кого мы опросили, считают, что голосовать обязательно нужно, потому что изменения в Конституцию назрели, и все они по делу. Всегда, всегда активно голосуют. А почему? Ну, не знаю, неравнодушны, мне кажется, все это надо. Мы не будем, да кто за нас будет делать? Никто ведь не будет стараться. Поправка к пенсии обязательно, соцзащита, чтобы была у нас очень хорошая. Я приду обязательно. Почему? Потому что мне это нужно. Я считаю, что поправки нужны, своевременные, и мы обязательно придем голосовать. Конституция с 93-го года у нас не менялась, поправки у нее не уносились, и она немножко устарела в каком-то смысле. А поскольку общество у нас развивается сейчас такими достаточно прогрессивными темпами, я считаю, что поправки нужны. Обязательно придем, и нужны поправки, обязательно, да. Очень хорошие поправки, особенно прибавки к пенсии. Придем, будем голосовать. Нам нужно вернуть свои права просто, вот и все. Права, приоритет национального права установить, а не международного, чтобы нами не руководили извне. Вы придете лично голосовать и с каким настроением? С настроением хорошим. Как говорится, наше будущее в наших руках. И потому славянцы уверены, что перемены к лучшему обязательно будут. Это в наших общих интересах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Абонус. Подтолки. Абонус.